Всем доброго времени суток! Дяденьки пошли привести себя в порядок. Как же Коленька себя любит не только в барбершопе, а в принципе. Видно, что он от себя кайфует, он себе нравится чрезвычайно. Его ничто не смущает в своем внешнем облике. Человек доволен. И это считывается на раз-два. Он смотрит на себя в зеркало. Ну, красавец ведь! Ну, где вы еще такую зерку красивую сможете увидеть? Ведь он один-единственный на всем белом свете. И севка подогревает это в нем, подогревает, любимка. Ты помолодел на 10 лет. Да ладно, на 23 мыкли, но никак не выглядит. Вот если бы похудел килограмм, и так на 25, ну, тогда можно было бы подискутировать. А так, зряшное это дело. Ну, кайфует человек от себя. Ему нравится отражение его в зеркале. Ну, и ради бога. Честно говоря, мне от этого его самомнение. Ни холодно, ни жарко. Далее севка поехал навестить Надю. Конечно, он забегался. Фигара тут, фигара там. Чем занят Коленька? Коленька занят исключительно самолюбованием. Он не напрягается. Вообще порхает по жизни легко и беззаботно. В то время, пока севка носится, как он говорил недавно, вывалив язык на плечо. В самом деле так и есть. Это тоже нужно приложить усилия. Он мог бы сейчас завалиться на кроватку, закинуть ногу на ногу и лежать себе, плевать в потолок. Но надо шевелиться. Вот то чудо в перьях, которое сидело в креслице и самодовольно на себя смотрела в зеркало, очень дорого стоит. Надя, как птица феникс, возрождается из пепла. Держится, вот честно скажу, молодцом. Болит. Конечно, болит. Пьет обезболивающе, но нос-то держит по ветру. Рассказывает севке. Я увидела свои ноги в зеркале. Ой, какие ровные. Вот теперь мне ее реакция и слова благодарности искренние, вполне понятны. Она привозила не так давно фотографии, показывала севке. Севка, конечно, ржал с ней, как там Надя выглядела. Но я сейчас не об этом. На этих фотографиях видно, что ноги у нее не были колесом. Вот как в последнее время. Они были ровные. И она это, конечно же, помнила. И ее это удручало. Плюс вот эта боль. Боль, мне писали зрители, что боль была сумасшедшая. На второй ноге, как сказал врач, было четыре осколка. Боже мой, какой же ужас. Как она ходила, я просто представить себе не могу. А этот негодяй ее еще и на колени заставлял вставать. Бестолковка. Теперь, увидев, что ноги ровные, конечно, ее переполняют чувства. Эмоции захватывают. Благодарит. И я слышу и вижу, что теперь это идет от чистого сердца. Не просто шаблонно. Да, спасибо. Дежурная такая, знаете, фраза. Ну да, спасибо. Как бы там, знаете. Спасибо, не спасибо. Но раз надо вам сказать спасибо, то я вам говорю. Благодарит и Севку, благодарит и зрители. Дай бог ей скорейшего выздоровления. Пусть человек радуется жизни и ходит на своих двоих. Смотри, у Нади уже сушилка стоит с выстиранной одеждой. Молодец, не сидит человек праздно. Рассказывает Севке про кота. Кот, говорит, сходил мимо лотка. Для меня это нонсенс. Кошки, они такие умные и чистоплотные. Много кошек. Я знаю, о чем говорю. Мне есть чем сравнить. У меня не то, что там одна кошка была или две. У меня их несколько десятков. И месячные котята уже вовсю ходили на лоток. Сами. Я не приучала. Они смотрели на маму. Пошла мама, и они туда ковыляют всей толпой. А потом, видимо, по запаху как-то находили. Вообще, чтобы мимо сходили, такого никогда не было. С щенками сложнее. Гораздо сложнее. В лучшем случае, в полгода можно приучить, проситься, чтобы он подошел к двери и показал, что ему надо бы сходить на улицу и сделать все свои дела там. Вот будет лежать пеленка, и на пеленку будут ходить охотнее, чем на улицу. Надя говорит, что там бабе Тане-то кушать? Может быть, ей мяско передать? Ой, ТВ поучиться бы не в себе зажимать, не в свою сторону все подгребать, а как-то бы научиться к ее возрасту и делиться с людьми. Особенно с теми, которые проявили подобное к ней. Ой, Надя, Надя, везла ведь специально для себя, домашняя, хочет отдать ей. А кто принесет Наде? Коля, магазинная. У ТВ-шки есть кому купить, есть кому принести. К тому же она так пинала ногами продукты в последний раз, которые потом же сама и ела. Наде не передала. Вот за такое, по идее, ноги выдернуть и спички вставить. Вот пусть потом пинает, если получится. Ой, Надя, учит ТВ-шка, учит тебя, вначале себе, а потом всем остальным. Вот как надо жить. Вот такой принцип у ТВ-шки. Я вспоминаю мультик, чертенок под номером 13. Люби себя, чихай на всех, и жизни ждет тебя успех. Вот так вот примерно живет и баба Таня. Да не примерно, сто процентов она живет по закону чертей. И этот человек говорит так, имеющий детей. Вначале себе, а потом остальным, родине, если очередь дойдет. А у нее никогда не дойдет. Колбаску она им отдавала, а сама не ела. Ага, верю, верю, всякому зверю. А тебе ежу, погожу. Ох, и намучаются они с ТВ-шкой. На камеру она одно говорит, держится вроде бодрячком, а наедине, с глазу на глаз, говорит совсем другое. Либо просто стала чувствовать, что болит у нее сильнее. Сахар высокий. Костылями пользоваться она не может, если она навернется. Сахар, это в ее руках. Надя тут права. Надя ее всячески поддерживает. А та свое дурное настроение изливает на Надю. Знаете, есть такая категория людей. Им плохо, значит пусть будет плохо и всем окружающим. Надо испортить жизнь. Кто окружающий рядом находится, без разницы, кто бы это ни был. Но надо, чтобы и ему жизнь раем не казалась. Трудно с депрессивными людьми, которые сосредоточены на проблемах, на трудностях, на негативе. Где ж оптимизм-то они? Где? Просьба нашедшему верните хозяйке. Она же задолбит весь личный состав. Навестил себе в Канадю. Пошел к маме. Лежит болезная. Покажи, что я дома. Лежите тихо. Оно нам надо, где вы находитесь. Стовны, болыть. А как она думала? Сделает операцию и тут же побежала в припрыжку. Как девочка. Вот пусть лежит и думает о рафинаде своем. Без ноги бы не остаться. Вот что сейчас ее должно заботить. И пусть подключает свой оптимизм, о котором она все время нам рассказывала. Я вот смотрю на Надю. А у Нади оптимизма больше. И она терпеливее. Болит. Но нет вот такого. Ой, ой. Я понимаю. Разница в возрасте. Да. ТВшка старше, чем Надя. Но здесь все-таки больше еще и то, что Наде не перед кем стонать. А ТВшки есть. Еще и это добавляет. Раз сын рядом, значит буду использовать по полной и буду рассказывать, как же болит. Он ей там, не он даже ей ногу стукнул. Она стукнула и то обвинила. А вот ты вот так вот машину поставил. Мне было неудобно. И я зацепилась. И посмотри, как болит. Она с этой ногой просто его задолбала. Болит, болит и болит. Это только начало. Вот с этим вот болит. Лежит, как этот Очумелов. Укрой мне ножки, холодно. Раскрой меня, мне жарко. А Севка, как Судригайлов. Бегает золотая рыбка на посылках. Ира приедет, вылечит мигом. Та сюсюкаться не будет. Когда Ира уедет, любимая телефонная дочь, отчалит вас своя си ТВ-шка перекрестится. Севка говорит, пришла мне посылочка из Риги. И говорит, скоро будем там у вас. Встречайте с мистером Икс. Что бы это значило? Чего это их потянуло в Латвии? Да еще и с мистером Икс. Как Се понимать? В посылке. Что было там? Два котика ручной работы. Серенький и рыженький. Севки и Коли. Серый, понятно, это Барсик. Колин, кот, который был. Рыженький, это Томас. Какие-то мельхиоровые рюмочки, которым лет 60-70. Корм для животных, который благополучно, как сказал Севка, отправится на игрень. И пол пакета сладостей. Большой пакет. И вот половина просто была забита этими сладостями. Севка на пути к возвращению себя в человеческий облик, к весне. И тут такое искушение. Да не переживай. Колясик смолотит. Папе отвезет. Помогут. Друг беде не бросит. Севка не сдержался. Пробует конфету за конфетой. Ну как так можно? Ну они же разные на вкус. Это все у него там перемешалось. Он же толком ничего не понял. Одна клубничная, другая, еще какая-то третья, вафельная. Я, честно говоря, не считала, сколько он ел. А то, знаете, получится, как в той шутке. Ешь кума седьмой пирожок. Я не считаю. Сколько он съел, не знаю, но съел что-то очень много. Прям конфета за конфетой. А вот эту еще. А вот труфель. А вот то, а вот все. И еще вот такую вот. Нет, я так не люблю. Ну вот как без чая есть сладкое. Мне надо положить в вазочку. Сесть за стол. У меня посуды много разной. Есть вазочка прям в виде такой, знаете, конфеты. Обалденная. Есть в виде откушенного яблока. Тоже такая прикольная. А есть вот просто яблоко с веточкой, с листочками. В общем, для менячьей питье это ритуал. Я поесть могу один раз в день, но чая выпью немерено. Бокальчиков, чашечек тоже всяких разных. Много я их меняю постоянно. Вот так вот на ходу, на бегу, где-то там сел, перед креслом, на лету. Нет. Вот так вот в нашей семье чай не пьют. И вообще в нашей местности вот так вот чай не пьют. Это не хуже, как китайцы. Целый ритуал. Мы, как собираемся, просто чашка за чашкой. Только успеваем заваривать чайники. Вот так вот, как пьет Диана. Просто бросили несколько листиков, заварили в чашечке. Нет. Это смешно даже. Потому что не дождешься следующей, пока она заварится. ТВ-шка посылкой даже не заинтересовалась. Вот теперь я верю человеку искренне плохо. Вот когда она сидела, орала, болит, руками машет, ногу задирает. То есть, бачите я, как рыва, бачите, выше головы задирала. Вот тогда у нее не болело. Тогда был только разговор о том, что болит, болит. А вот когда заболела на самом деле, лежит, стонет и потеряла всяческий интерес к жизни и даже к тому, что ее окружает. И посылки ее не радуют. Она, когда выписалась из больницы, как-то она порезвее была. Вот эти деньги проверяла, золото поживее было. Сейчас что-то расклеилось. Наверное, все-таки действие обезболивающего выходит. И вот поэтому она начала плакаться. Сегодня в рекомендованных мне случайно как-то... Нет, не случайно. Я подписана на Шапика. И вот заинтересовало меня название ролика случайно. Лечу на Азор и беру с собой только ролики. Вы знаете, я с таким удовольствием посмотрела этот его ролик. Прилетел он, встал на ролики, говорит, здесь такси поймать очень сложно. Он так лихо на роликах ехал. Я обалдела. И так это все снято у него интересно. Но монтаж у него неплохой. Честно говоря, надо бы, наверное, вернуться к просмотрам его видео. Есть кое-что, можно выбрать из его, так скажем, репертуара. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.